Йони Барак 8 июля 2014 года города Эй, мир, как дела? Да, это снова мы. Народ Израиля. Страна настолько маленькая, что ее название даже на глобусе не напишешь, потому что оно не помещается, и приходится писать часть его на море, а часть на соседнюю страну. Единственная страна, которая есть у еврейского народа, где он говорит на своем языке, живет своей жизнью и старается, чтобы Холокост, подобный тому, что случился с ними 60 лет назад, больше не повторился. Страна, внесшая свой человеческий капитал, свои технологические возможности и свои инновации, за 60 лет своего существования внесла огромный вклад в развитие человечества. У нас есть к вам небольшая просьба. Нет-нет, не горячитесь, вы заняты и озабочены глобальным потеплением, глобальным энергетическим кризисом и экономической ситуацией, мы понимаем. Мы не отнимем у вас много времени. Кроме того, как мы это говорим. У нас не так много требований от вас. Только одна такая пицца. Небольшая просьба. В ближайшие дни армия обороны Израиля собирается, надеюсь, на мощную и болезненную операцию в районе, откуда ведется стрельба по террористам, что вы сами так определили, дорогой мир, чтобы восстановить мир жителям Израиль. Люди уволятся с работы, семьи отменят летние каникулы, а усилия будут сосредоточены на том, чтобы отомстить тем правонарушителям, для которых танк и школа являются одинаково важными целями. Для которых дети являются надлежащим и оправданным убежищем. Для вас пуск «тупых» ракет по густонаселенным районам – законный способ протеста. Нет-нет, нам не нужна помощь с солдатами. Абсолютно недорогой мир, у нас есть свои солдаты. Они опытные и мотивированы. Поверьте, они лучшие в мире. Лучшие инвестиции в этой стране. Мы тоже не хотим оружия. Мы разрабатываем его сами и инвестируем миллиарды в год в технологии, чтобы не пострадали дети и невинные люди. Мы достигли действительно хороших точек противодействия. Со всех сторон вы приходите к нам учиться, как правильно вести асимметричную войну. Нам также не нужно, чтобы вы поддерживали нас словами, если это слишком сложно для вас. Это могло бы быть красиво, но все же. Вы зависите от арабской нефти, и мы понимаем, что вы не хотите раздражать парней с шапками на головах и руками на шаваре. Ведь известно, как это поднимает цену барреля нефти. Мы просим только об одном. Не беспокоить ни одна страна не позволит днем и ночью бомбить свои населенные пункты и обстреливать их ракетами. Уж точно не такая страна, как наша, которая по своим размерам равна Нью-Джерси. Ни одна страна не проявит такой терпимости, как мы, когда ее граждане всех возрастов становятся дальней мишенью экстремистской религиозной террористической организации, отказывающейся ее признавать. У нас было достаточно тихо, и громоподобная тишина сменилась эхом взрывов. Знаете, дорогой мир, ваше молчание по таким вопросам, как резня в Сирии, нарушение прав человека в Китае, исчезновение меньшинств и ЛГБТ в России, просто кричит. Но почему то, когда речь заходит о единственной стране, которая стоит между безграничным кровожадным терроризмом и Западом, вдруг появляется что сказать? Много, так что просто оставьте это нам. Нам не нужно, чтобы вы учили нас быть нравственными, и уж точно не тому, как защищать нашу страну. Вот для чего мы здесь. Но если вы не собираетесь помогать, как много раз стояли и видели, как убивали евреев за то, что они евреи, то хотя бы не вмешивайтесь. Только не мешай. Спасибо, всех граждан государства Израиль.